Всем привет! Сегодня у меня очередной обзор на балконе и сегодня это очередная работа от Robosknife. Может быть вы мне скажете, что да блин, что-то здесь не так, почему так много его работ. На самом деле, ребят, мне просто очень понравилось работать с Константином Саженым, потому что он в принципе берется за любые проекты и просит за это вполне вменяемые деньги. И многие из них я очень давно хотел воплотить в жизнь, но почему-то мастера просили каких-то невероятных денег. С Константином все проще, он такой всегда за что-то новое, всегда что-то попробовать, всегда что-то обсудить. И благодаря ему у меня уже такое количество его ножей, и метательный, и фиксит пиранья, и обязательно чуть попозже у нас их там будет сколько-то, мы их будем тестировать. И шарнирно-рамочный нож Пыш с танто-клинком, и болисонг большой с танто-клинком, и бритва Доктор Зет у меня есть, которую я буквально сегодня утром переточил. Прикольная штука на самом деле, ребят, реально прикольная. И буквально вчера я уже перед закрытием почты в субботу забежал и получил то, что тоже я заказывал Константина. И речь сегодня пойдет, ребят, о кухонных ножах. Я заказывал кухонник, заказывал его по своей картинке, по своему чертежу. Объясню так. Я в основном сейчас в быту пользуюсь вот такими ножами Масахира со сталью МБС-26. Причем, вы видите, он уже такой со следами. Этот нож у меня появился благодаря Сереже Сережкину из города Москвы, который мне давным-давно прислал такой нож, помог его приобрести. Прислал я им с тех пор пользуюсь и даже перевез с собой из Киргизии. Хороший нож, мне нравится, тоненький, хорошо держит заточку. Но, как видите, нужно все-таки вытирать ножи на сухо, потому что МБС-26 имеет свойство темнеть, не так много хрома, но тем не менее. Нож хороший, все, но, допустим, если речь идет о вязком продукте, то из-за того, что очень тоненький профиль, очень тонкая рукоятка, нож начинает выворачиваться и, скажем так, что-то шинковать, и удобно работать по таким вязким продуктам, типа сыр, большой кусок. Ну, нож острый, чуть-чуть буквально подсаживается, уже не так комфортно. Именно поэтому, ну и как бы опять же, ребят, он сведен там в 0,35, и сам там, может быть, миллиметра полтора в толщину, ну там, край 2, и там даже им что-то такое более-менее тяжелое я бы не стал делать, потому что моментально появляются замины и прочее-прочее. Это, скажем так, деликатный нож, плюс у него есть такой момент, что, вот видите, мне вот здесь пришлось стачивать просто на камне, потому что вот этой частью всегда режешься, вот что, ну, скажем так. Именно поэтому был заказан Константином вот такой вот кухонечек, такой небольшой шеф. По идее, клинок я заказывал там 115, да, ой, 150-15 сантиметров клин, но, скажем так, лазерные станки Константина работают с автокадом. Я, к сожалению, в автокаде не работаю, я все отрисовал в CorelDRAW и просто экспортировал в кадовский формат, и вот при экспорте программа затупила, и, к сожалению, нож получился несколько меньше, чем я хотел. Получился он 114 на сантиметр короче, при том, что, кстати, рукоятка осталась такая, как и должна была быть. Ну, не знаю, может быть, конечно, тут изменения были вызваны тем, что, может быть, не хватало полосы металла, но я вам скажу, оно и к лучшему на самом деле, потому что сегодня уже нож с утра был переточен, это было первое, что я сделал, проснувшись. Я переточил вот этот нож, он был заточен на гриндере. Вот, я его переточил, закончил тоже пятитысячным камнем, потом немножко поваюкал Black Surgical, тоже не сильно заматировала кромку, но рез, ребят, просто дикий такой, прям супер, как и должен быть, кухонного ножа. Значит, за основу, что я взял, картинку я, как вам уже сказал, рисовал сам, за основу взят нож Shun, Shun это бренд Kai Industries, это владельцы Zero Tolerance и Kershaw, у них есть нож, который называется Sora, Sora 3, по-моему, модель называется, как раз 150 Clean, я его просто, честно скажу, просто отрисовал. Константин мне предложил накладки вот такой вот G10, который он сейчас использует, белосиний монтаж на трубке, все это дело от пескоструить, в общем, вот видно, да, что это фулл танк, он, безусловно, ребят, облегченный, вот, тем более мне нравятся такие, знаете, кухонечки потяжелее, вот, ну и как оказалось, ребят, крайне-крайне удачная форма, очень удобно и шинковать, и нарезать, и, скажем так, по сведению, когда нож делался, я просил тоненькое сведение, что Константин, опять же, вот мне что нравится, он очень прислушивается, потому что есть у меня один знакомый мастер, который делает, ты его просишь что-то, да, там, платишь за это, а он делает то, что он хочет, и говорит, ну вот, мне так захотелось, с Константином такого нету, вот, он сделал тонкое сведение в 0,3, и после заточки оно стало 0,4. Скажем, кто-то скажет, что это толсто. Нет, ребят, отнюдь, это не толсто, при том, что вот вы видите кромку, я просто ее, я точил по родному углу, который задал мастер, если я правильно помню, то ножи у Константина точит мастер Нестеров, у которого большой опыт заточки, и все ножи, которые мы получаем с вами, это вот его работа. И здесь все было тоже как нужно. Нож, безусловно, резал, но вот просто мне захотелось его переточить, я вот любитель, чтобы все было вот прям супер-супер-супер. И каково было мое удивление, я вот когда получил нож, я такой сначала, блин, что-то вот он на сантиметр короче, надо попробовать, конечно. Такое, знаете, сразу первое такое впечатление, блин, может быть, не совсем то, что я хотел. Попробовал, там, форма удобная, рез все, успокоился насчет длины. Причем, кстати, Константин меня предупредил, что там проблема с заготовкой, но я уже сказал, давай делаем как делаем. Вот. И, в общем, когда я стал мерить угол, потому что, ну, нож режет, причем очень неплохо, да, там, из коробки, да, скажем так. Я когда стал мерить угол, я был приятно удивлен, что с обоих сторон одинаковый угол 13,5 градусов. Ребят, ну это супер, что, опять же, я просто прошелся по родному углу, довел его до нужной мне, скажем так, чистоты, да, гладкости, эту кромку, и в дальнейшем я могу просто этот нож до какого-то момента править на пасте, да, опять же, этого вполне достаточно для кухонника, и, допустим, потом я могу перейти на триангловский, ну, скажем так, условно назовем это муссат, и на 15 градусах на сторону очень долго я могу этот нож без переточки юзать. Например, вот эти ножи Масахира, я вообще после переточки, они пришли, там тоже у них хитрость такая у Масахира, у них с одной стороны один угол, с другой другой. Ну, якобы, производитель говорит, что так задумано. Вот. Я их один раз переточил, и теперь только правлю на трианглии, на ультрафайных на 15 градусах, там раз в месяц, наверное, и там на пасте немножко прохожу, и все, нож супер режет, и по продуктам, по всему, там и помидорчик вот так под своим весом, все что угодно. Здесь, ребят, у меня тоже запаса теперь хватает. Нож, как я уже сказал, фулл танк, сталь здесь 95Х18. Ребят, прошу не путать. Есть такая ситуация сейчас на рынке российских ножей, что кто-то пишет, что это 95Х18, а по факту это какая-нибудь 40Х13. Вот реально там 95Х18, реально там ставят сороковку, и потом говорят, что сталь там калище, да, или еще что-то. На самом деле, на серийках очень сложно проверить, что стоит за сталь. И тут так же, как с китайцами, приходится просто полагаться на доверие. Константин, поскольку он занимается термичкой сам, прежде чем определиться с материалом ножа, он мне предлагал там и N690, и еще некоторые материалы, и потом сказал, ты знаешь, у меня есть чудесный, еще совдеповский кусок 95Х18, прислал мне фотографию полосы маркированной, говорит, если хочешь, давай из нее. Вот, собственно, из нее и пришел, и был сделан нож. По обуху у него вот здесь вот, ну, в смысле, по рукоятке 2,7. Скажем так, тройной клин, ребят, почти. Ну, вот здесь вот он такой вот с горбиком, но при этом и здесь начинается сужение, и здесь сужение. Нож получился бомба. Константину огромное спасибо, я крайне доволен. И этот нож стоит каждого рубрика, каждой копеечки, который за него был заплачен. Потому что это именно то, что я хотел. Да, это вот, ну, прям супер, ребят. Скажем так, это еще и дешевле, чем я бы заказывал оригинальную Сору. Да, Сора, по-моему, все-таки нож называется. И все-таки здесь, ребят, я люблю вещи, сделанные вручную. Вот. Ну, и, кстати сказать, несмотря на то, что это фуллтанк, несмотря на то, что он облегчен, вес у ножа 147 грамм. Это вполне для меня приемлемо. Мне нравится такой вот такие тяжеленькие. О, прям вообще музычка, ребят, супер. Кто-то подъехал снизу с блатничком. Поэтому буду закругляться. Мне нравится такой вес. Нож супер. Ссылки на канал в подписи. На этом все. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Стаси. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...